В советских планах всегда писали, что в любом документе надо было сверху написать, что, как заявил Леонид Ильич Брежнев в очередном съезде КПСС, построение развитого социализма приближает нас к строительству коммунизма и так далее. Вот это мантра, не мантра, это даже заклинание. Это надо было всегда предварять. Любой документ в советское время писался так. Здесь точно калька, но если в советских документах были цифры, вот кто-нибудь, кому возраст 50 плюс-минус 10 лет, знает и читал советские планы пятилетние. Вот эта мантра там была, мы идем к строительству коммунизма. Но дальше шло, конкретно с цифрами, с инвестиций, что, куда, сколько, ответственные по министерствам. Более того, это было разбито по годам. И все эти министерства по этим планам спрашивали. Вам было приказано построить вот это, вот это, здесь дорогу, здесь мост, здесь завод, здесь открыть вот это. Не сделали. Вон из министерства, в дворники, в месте и улицы. Это было реально. Здесь, вот когда-нибудь, вот этот план, вот через год, давай, вот мы по этим графикам, там все по газам. Мы через год заглянем в эти графики, вызовем этих ребят, составителей плана, спросим, так, кто виноват, что не выполнено? Вы рождаемость, пообещали. Нет, ведь дело не мое, я написал, ушел. Сейчас рождаемость там 1,1 ребенка на семью. Ничтоже сумняшность, к 2020 году у нас будет 2 ребенка на семью. Значит, через год у нас должно быть 1,2 ребенка на семью. Так, посмотрели, кто у нас? Министерство благосостояния, Минздрав за это ответственный. Они составляли этот план. Так, министра в дворнике, одного, второго, а вот этих составителей, которые составили план, не адекватные по цифрам и вообще по идеям, простите, верните четверть миллиона зарплат.